В летнее время на дорогах Кандалакши можно встретить очень много юных велосипедистов. Когда, если не в каникулы, погонять с друзьями на двухколесном друге? Только делать это нужно с умом, а точнее по правилам дорожного движения. Катя Калинина, ученица 19-й школы, с велосипедом не расстается. Транспортным средством управляет виртуозно и отлично знает ПДД. Я хочу посоветовать соблюдать дорожные движения велосипедистам, потому что это нужно для своей личной безопасности. Чтобы здоровье было в порядке. Правила дорожного движения написаны для всех – и для пешеходов, и для водителей, и для велосипедистов. Однако школьники, которые проводят сейчас летние каникулы в городе и много времени проводят на улице, порой забывают, как нужно себя вести на улице, чтобы не стать жертвой ДТП. Правила ребятам напомнили автоинспекторы. Неплохо бы, говорят дорожные полицейские, чтобы еще и дома с ребятами правила повторили родители. И озаботились тем, чтобы своему ребенку, подарив велосипед, необходимо еще и подарить элементарные средства пассивной защиты, то есть экипировку – это наколенники, налокотники и шлем, дабы исключить возможность получения травмы в результате падения с велосипеда. Напомним детям, с 7 до 14 лет разрешено передвигаться на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также во дворах, обозначенных знаками «Жилая зона». На проезжую часть детям на велосипедах выезжать запрещено. Продолжение следует... Продолжение следует...